МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. Городищенская районная дума утвердила новым главой администрации района экс-министра. Ветеранов Волгограда возмутила историческая недостоверность на плакатах ко Дню Победы. Саперы уничтожили две фугасные авиабомбы, пролежавшие в земле 70 с лишним лет. Сегодня на веки в историю героического города на Волге вписано еще одно достойное имя. Сегодня звание почетного гражданина Волгограда присвоено участнику Сталинградской битвы полковнику Евгению Федоровичу Рогову. Депутаты Волгоградской гордумы единогласно проголосовали за такое решение. 9 мая Евгений Федорович Рогов будет представлять Волгоградскую область на военном параде в честь 70-летия Победы на Красной площади в Москве. Боевой путь Евгения Рогова начался в Сталинграде и закончился в Бухаресте. На фронт, как и многие его сверстники, он ушел мальчишкой, едва окончив школу. Как-то получается некогда думать о том, страшно или не страшно. А почему? Потому что все были воспитаны на то, что надо защищать свою родину, надо гнать врага с нашей территории, от своих родственников. У Евгения Федоровича много наград, но он особенно гордится орденом Красного Знамени и медалью за отвагу. Сегодня Городичинская районная дума утвердила новым главой администрации района Александра Тарасова. За бывшего министра сельского хозяйства Волгоградской области проголосовал 21 депутат, 13 воздержались. Накануне комиссия по проведению конкурса на должность главы администрации Городичинского района отсеяла половину кандидатов. В числе тех, чьи кандидатуры отклонили, оказался глава Ерзовского сельского поселения Александр Курнаков. Он считался основным конкурентом Александра Тарасова, которого в свою очередь называют выдвиженцем администрации Волгоградской области. На заседании Городичинской районной думы 14 апреля Тарасова депутатом представлял заместитель губернатора Александр Бложкин. Думцы, правда, кандидатуру Тарасова тогда не поддержали. Но в тот же день он все-таки зашел в администрацию района в качестве первого заместителя главы. Напомним, бывший глава администрации Городичинского района Юрий Долидзе в марте ушел в отставку. Сегодня две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны уничтожили взрывотехники Донского спасательного центра МЧС России, прибывшие в Волгоград из Ростовской области. Для подрыва фугасные бомбы вывезли в Орловский карьер. Авиабомба весом 50 килограммов была обнаружена на прошлой неделе на территории частного домовладения в Советском районе Волгограда. Сегодня саперам поступило сообщение об обнаружении еще одной авиабомбы на улице Череповецкое в Рашиловском районе. Всего с начала этого года на территории Волгоградской области обнаружено уже 4 авиабомбы времен Сталинградской битвы. В Волгограде ветераны возмущены появлением плакатов с искаженной известной архивной фотографией героя Советского Союза гвардии полковника Афанасьева, который принимает участие в параде победы в Ленинграде в 1945 году. В одну из районных администраций Волгограда уже поступили жалобы от участников войны. Золотая звезда героя и медали на фотографии оказались на правой стороне, а исторически должны быть на левой. Заказчикам этих плакатов с призывом участвовать в акции «Скажи спасибо ветерану» стал благотворительный фонд социальной помощи населению. Дизайн и печать производила коммерческая организация «Красава.Про». На вопрос, как получилось, что фотография напечатана в зеркальном отображении, дизайнер компании «Красава.Про» ответил, что фото утверждалось самим заказчиком, фондом, который возглавляет Денис Землянский. В департаменте по рекламе лакаты конкретно с этой фотографией мэрия не утверждала. Сегодня на Мамаевом кургане торжественно отметили День призывника Волгограда. Будущих солдат очередного призыва приветствовали ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники детских центров и молодежных военно-патриотических организаций. О, воин службы живущий, читаю, стал на сон грядущий и пакет о сна восстав, читаю, сильно устал. Вы в своей службе не занимайтесь отсебятины, там все расписано по секунду, все отработано. Вам вдвойне выпала огромная честь призываться из города героя Волгограда, призываться вот с этой главной высоты России, с Мамаева кургана, где каждый квадратный сантиметр, он пропитан кровью наших с вами земляков, дедов, прадедов, которые защищали нашу родину здесь в далекие годы, в Сталинграде. Очередной призыв граждан на военную службу проводится в соответствии с указом президента России и приказом министра обороны с 1 апреля по 15 июля. Сегодняшним волгоградским призывникам выпала особая честь принести торжественную клятву на верность родине на главной высоте России, Мамаевом кургане. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова